Антон Гурулев сразу после матча «Зенит-Спартак» в рамках молодежной футбольной лиги. Антон, что не получилось сегодня у команды, было достаточное количество моментов, чтобы счет сравнять, выйти вперед. Но в целом, твой тезисный комментарий по итогам этого матча? Ну, все ребята старались, никому вопросов нету. Реализация только подвела немного. И пару ошибок в обороне, и «Зенит» хорошо воспользовался моментом. Показалось, что во втором тайме вы вышли намного активнее, чем в первом, и были неплохие моменты для взятия ворот. Насколько серьезным был разговор в перерыве, в раздевалке, от тренера, между пацанами, парнями? Ну, я вышел по ходу второго тайма, поэтому не могу сказать, что было в раздевалке. То есть ты не слышал? Да. Но думаю, что разговор определенно был, и довольно серьезный, потому что вступали в счете. И определенно второй тайм все вышли гораздо заряженнее, чем еще даже на первый. В целом, как тебе атмосфера сегодняшнего матча? Вывеска, понятное дело, всех привлекает, но по игре как это было на поле? Ну, мы показали, на что мы способны, «Зенит», на что они способны. Да, им в этой игре повезло чуть больше, чем нам, но в дальнейшем будем стараться. «Спартак» оставляет, собственно, за собой место в тройке сильнейших. Как ты в целом это смотришь? Какие амбиции у команды? Какие цели? Нет, ну, конечно, амбиции только первое место. Да, то, что в тройке, может быть, это хорошо, но мы способны гораздо на большее. Желаем удачи, спасибо тебе. Вадим Юрьевич Романов сразу же после матча «Зенит» «Спартак» в рамках молодежной футбольной лиги. Вадим Юрьевич, тезис на ваш комментарий после сегодняшней встречи. Можно ли тезисно сказать? Ну, тезис навсегда, можно сказать. Игра интересная, требует более тщательного анализа. К сожалению, проиграли, допустили очень много ошибок для такой игры в обороне. Забили два хороших мяча и, в принципе, по содержанию был достаточно интересный момент. Но выжил, что таких матчей нельзя пропускать, нельзя так столько ошибаться. Мы спросили, собственно, у Гурулева. Он говорит, ну, в перерыве, кажется, был серьезный разговор. Он не слышал, но, говорит, возможно, был. Как, собственно, дела обстояли в перерыве, что вы сказали парням, потому что активнее команда стала действовать во втором тайме. Мы внесли коррективы, мы немножко поменяли саму систему игры и сказали, чтобы действовали более смелее, немножечко как-то ровно, немножко как-то инертно выглядели в первом тайме. С чем это связано? Ну, прежде всего, тем, что мягкое поле, это земля, немножко сели ноги у нас. Вот, от этого и сказалось и на перемещениях, и видно, что там футболистам тяжело достаточно, прежде всего. Ну, и, так сказать, для того, что нужно играть смелее, и в втором тайме это в какой-то мере получилось. По нокауту страстей получилась ли сегодняшняя вывеска «Зенит-Спартака», как вам кажется? Ну, я думаю, что это лучше у болельщиков спросить для нас. Как вам? Для нас всегда интересно играть против «Зенит-Спартака», серьезный соперник. Для нас, прежде всего, информации, которую мы получаем в этой игре, сегодня мы ее получали предостаточно. Команда, собственно, сейчас в тройке, но, как я понимаю, амбиции гораздо выше. Цель и задачи на ближайший матч? Задача у нас всегда одна – готовить футболистов для первой команды. Что мы делаем? Уже видим сейчас Плавизорина и Милешина уже в первой команде, есть все ребята на подходе. Вот это основная задача, которую мы преследуем по ходу сезона. Желаем вам удачи, спасибо вам большое. Богдан Москвичев после матча «Зенит-Спартак» в рамках молодежной футбольной лиги. Богдан с победой. Это был красивый матч, но, кажется, непростой. Как это выглядело на поле, каким был накал страсти, что можешь тезисно сказать по горячим следам? Ну да, безусловно, матч был непростой в первую очередь, потому что мы сами себе его таким устроили. Как всегда, у нас почему-то не получается держать концентрацию при счете 2-0. Очень часто мы в матчах начинаем пропускать, расслабляемся, вот, и почему-то этот матч не исключение, вот. Ну, с чем это связываешь? Не знаю, ребята, возможно, после двух мячей думают то, что игра хорошо складывается, они более начинают вальяжно себя вести. Где-то защитники, может, тоже хотят подключиться, где-то поучаствовать в голевых моментах. Поэтому, мне кажется, вот из-за этого. Кажется, вывеска матча не предполагает, что нужно расслабляться? Ну да, безусловно, не предполагает. Сначала мы начали просто отлично, два мяча забили, вот, безответных. Ну, конечно, были попытки, но там не сильно опасные моменты были, вот. После, как я говорю, двух мячей начинается у нас некая вальяжность. В целом, как ты оценишь игру команды, с учетом того, что мы досрочно, получается, выиграем эту группу в этой части сезона? Конечно, матчи остаются, но на первом месте, сохраняем первое место. Ну, я думаю, позиция, таблица – это плоды нашей работы. Безусловно, мы хорошо работаем на тренировках, мы навязываем такую борьбу на тренировках, которую в лиге нам никакая команда не дает. Вот, поэтому, я думаю, мы на первом месте. А было ли много сегодня какой-то агрессивной борьбы? Не показалось ли, что, ну, чуть-чуть переборщиваете? Да нет, я думаю, со Спартаком не должны быть такие матчи, все-таки дерби, вот. Где-то еще судья чуть подзаводила, так что все как должно быть. Все, молодец, с победой, Богдан. Константин Анатольевич Коноплев, старший тренер команды «Зенит». Сразу после матча «Зенит-Спартак» в молодежной футбольной лиге. Константин Анатольевич, ваши эмоции после этой победы? Ну, там сейчас в раздевалке были такие эмоции, не сравнить ни с чем. Ну, а то после того, как я сказал, что два выходных будет, эмоций стало еще больше. Да, конечно, положительная, очень интересная игра. Нужно отдать должное сопернику, который держал в напряжении нашу оборону на протяжении всего матча. В таких играх ребята растут, и именно такие 10 игр нас ждут после возобновления, после зимней паузы. Мы через такие игры к этому готовимся. Богдан Москвичев тоже сказал, что команда чуть-чуть расслабилась после двух забитых мячей, как будто бы ребята поняли, что игра сделана. Это, как оказалось, вовсе не так. С чем связываете вот эту недонастроенность или что это такое? Так очень часто происходит после двух забитых мячей. Действительно, где-то немножко потери концентрации. Но это не только у нас, это у всех. Очень многие говорят, что 2-0 это самый опасный счет. Он действительно очень опасен, да, потому что как бы, да, очень большое преимущество, но действительно как бы любая ошибка, любой пропущенный мяч, и уже очень большое напряжение возникает. Соглашусь с Богданом. Ну, я рад, что мы с этим напряжением в итоге справились. Досрочно выигрываем эту группу в этой части сезона. Что вы можете сказать тезисно по игре команды? Насколько доволен? Ну, первое место, большой отрыв, конечно же, доволен. Будем двигаться в том же направлении. Задача у нас одна. Будем к ней стремиться. Спасибо вам. С победой!